8 километров, 36 испытаний и 2 дня, чтобы доказать, героями не рождаются. Самый экстремальный всероссийский военно-патриотический марафон стартовал по всей стране. На полигоне в Рочинском гонка героев собрала около тысячи человек. Под проливным дождем участники добирались до финиша по пересеченной местности, через дымовую завесу, не боялись огня и не тонули в воде. Нашего корреспондента Виталия Рылеева тоже потянуло на подвиги. Самый массовый старт в первый выходной. 850 участников возраст от 18 и старше. Причем треть состава в списках взводов девушки. Вы готовы сегодня? Да. А зачем приехали сюда? За эмоциями, новыми впечатлениями. Эмоций точно хватит на всех в новом российском проекте «Гонка героев», созданном при поддержке Минобороны России. Не случайно местом проведения экстремального марафона стал танковый полигон в Рочинском. О том, насколько подготовленная молодежь будет пополнять ряды вооруженных сил, зависит и безопасность нашей страны. А это берется с детства, с самого маленького возраста. Это Зорница, это юная армия, это в том числе и «Гонка героев», как один из этап вот этой подготовки. Все это делает нашу страну сильнее, нас увереннее в своей безопасности. Регистрация и обязательно разминка перед главной сценой. В командах не более 11 человек и один опытный инструктор, который на трассе, как показало время, стал комбатом, батей и самым родным человеком. В обязанности инструктора входит помогать, объяснять, как преодолеть лучше препятствия, следить, чтобы участники не травмировались, ну и объяснить, вообще провести их по дистанции. 300 метров от линии старта. Первое препятствие и заставляет сменить улыбки на серьезные лица. Наклонная горка, канаты, скользкая поверхность, крики подбадривания, взаимопомощь и снова бег по пересеченной местности. Не хватило сил удержаться на кольцах, плюхайся в воду, не можешь плавать, за руку ведет инструктор. Меры безопасности наивысшие, но без мелких травм все равно не обходятся. 36 препятствий и половина из них связаны с преодолением водных преград. И кажется, вот она, мягкая вода, но надо еще прыгнуть туда с 5-метрового трамплина. Кажется, невысоко, но когда участники поднимаются туда, далеко не каждый готов сделать этот первый шаг. Зарядивший дождь превратил трассу в грязевую кашу. К финишу чистым никто не добрался. И под конец, как сюрприз для участников, самый сложный старин. Эверес, его высота 9 метров, но самое главное, наклонная, скользкая, по которой забраться смогли не все. Среднее время преодоления трассы полтора часа. И вот финишная черта. Здесь всем участникам вешали на грудь памятный жетон. Точь-точь, как у военных. А для тех, кто готов на новые подвиги, заманчивое предложение. На въезде на полигон сразу стоит рекламный щит по службе. По контракту это правильно. На сегодняшний день в Самарской области конкурс, чтобы попасть на контрактную службу. В военное училище конкурс от 7 до 10 человек. Поэтому, наверное, армия не зря проводит такие акции совместно с инициаторами. И обеспечивает полностью полигон, подготовку трассы, материальное обеспечение, медицинское обеспечение. Ну, все, что требуется. А пока герои готовятся к новой гонке, в середине августа в регионе стартует второй отборочный этап Лиги чемпионов. Виталий Рылеев, Александр Ерофеев. Новости губернии. Рощинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова